Сегодня мы рассмотрим OBS Studio для ленивых под названием… не знаю как произнести это название. Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Бывает такое, что нужно сделать небольшое видео, презентацию, какой-то обзор продукта, а времени на разбирательство с OBS нет, не говоря уж про DaVinci, и тогда на помощь вам может прийти программа вот с этим вот сложным названием. Это, наверное, идиома, но еще раз по-русски я не могу представить, как это произносится. Честно говоря, я бы рассматривал это MNME как программу для производства видеороликов, сейчас поймете в каком формате, поскольку у меня было несколько запросов от людей сделать как раз именно такой простой ролик. Сам не делал, но отправлял в OBS, поскольку DaVinci для этого действительно сложновато. Но в принципе это MNME может использоваться и по-другому, в связке, например, с Zoom. Ну то есть скачали, установили, зарегистрировались и запускаем Zoom конференцию. И теперь в Zoom в качестве камеры выбираем вот это собственно MNME. Ну то есть это виртуальная камера. То же, что виртуальная камера OBS. И теперь то, что происходит у вас в этой программе, будет происходить и на экране Zoom. О том, как это сделать в бесплатном OBS, смотрите в одном из моих скринкастов. Ссылка в описании. Ну а мы все-таки разберемся, что может происходить у нас на экране MNME. У нас тут есть камера. Выбор камеры здесь. Отдельной настройки под звук нет. По идее, должна захватывать звук через ту камеру, что вы тут выбрали. У нас тут есть обои. Какое-то количество предустановленных и можно дозагрузить. И есть окно презентера. То есть вы в реальном времени можете изменить отображение спикера. То есть себя. Можете на время отключиться. Себя вы можете уменьшать и увеличивать. Как здесь, так и в окне презентера. Давайте сделаем обои повеселее. И есть у нас вот такое окно, в которое можно заранее накидать всевозможных слайдов. То есть, например, текстовый слайд. Появится вот в таком виде. Потом фотографию или даже видео. Далее вы можете расшарить экран или отдельные открытые в данный момент окна. Вот так это будет выглядеть. Ну и в целом, я думаю, принцип понятен. Вы заранее готовите презентацию, подключаетесь с камерой и по очереди показываете подготовленные слайды, фото, видео, расшариваете экран и так далее. Все можно двигать, менять в прямом эфире. И кроме того, давайте еще раз пробежимся по окну презентера. И кроме того, можете менять отображение себя. Хромакеем сейчас уже никого, к сожалению, не удивишь. Можно вот так вот попрыгать по четырем углам, но это необязательно, поскольку вы себя можете двигать и мышкой. Тут есть какой-то набор эффектов. Ну такие цыганские, прямо скажем, эффекты. Не думаю, что стоит применять в серьезной презентации. И есть поинтер-указатель. Тоже несколько видов. Можно что-нибудь показывать на экране вот так. Или, скажем, вот так. Вот так лучше не показывать. Собственно, с настройками все, но вроде как больше ничего и не нужно для ролика такого уровня. Забыл поинтер выключить. Слайды также могут быть представлены в двух видах. Ну, или можно сказать в трех. Выключено. Средний размер. И полный экран. Собственно, размер того, что не выключено и не полный экран, вы настраиваете сами так же, как и размер камеры. Бэкграунды нельзя назвать идеальными, но если покопаться в библиотеке, наверняка можно найти что-то подходящее. Кроме текста, фото и экрана, тут есть еще одна весьма полезная функция — добавление презентаций. По меньшей мере PowerPoint он хорошо понимает. Вот только данная презентация непрезентабельна. Это я экспериментировал в PowerPoint и тут всего два слайда. А вот здесь наверху у нас то, что я бы назвал сценами, пользуясь терминологией OBS. Он автоматически создал сцену под презентацию со своим набором слайдов. Вы можете создать еще сцену или сцены со своим набором слайдов и в процессе презентации переключаться между ними. Например, можно в разных сценах по-разному масштабировать изображение с камеры и положение окна. Вот это, мне кажется, тоже удобная функция — трекинг. Сбился немного, но в целом он вполне неплохо будет отслеживать положение головы спикера. Ну и вот, я говорил, там у нас был один масштаб окна со спикером, здесь другой. Можно здесь, например, его в правый угол посадить, в зависимости от композиции кадра. И, собственно, если говорить про видео, а приложение, как мне кажется, больше подходит для создания презентационных видеороликов, когда вы подготовите все материалы и соберетесь морально, можно нажимать REC и начинать говорить. Все, что будет происходить на экране, будет записано в ролик в формате MP4. Честно говоря, я не фанат таких приложений и считаю, что если не с DaVinci, то с OBS разобраться можно. Буквально один мой урок, ссылка в описании и при этом у вас появляется куда больше возможностей. Но если уж совсем не хочется, ну что ж, платите деньги. А также подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки и любите друг друга. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...